Да, друзья, запись есть. Итак, у нас был достаточно длинный перерыв, друзья. Мы делали презентацию Daisy последний раз, такую фирменную, ну, очень давно. Что-то, мне кажется, где-то месяцев 8 назад. Вот. При этом мы проводили много вебинаров рабочих, но вот именно презентации у нас не было. Презентация – это тот самый стандарт, по которому мы, в общем, действуем, да. То есть вот компания со всеми новинками, со всем тем, что прошли, мы и прожили через эти полтора года, вот, собственно, в которой существует наш проект. Вот. И вот в том новом виде, в котором он есть, мы хотим его сейчас презентовать. И презентует нам сегодня компанию ее сооснователь, человек, которого, наверное, все здесь, кто присутствует, знают. Хотя, может быть, у нас есть и новенькие, кто еще не знает Илью. Итак, это человек с огромным стажем работы и по профилю, по которому все тут занимаемся, по сети. И человек, который, благодаря которому, который один из трех сооснователей, в общем, состоялась компания Daisy в том виде, в котором мы ее знаем. Смарт-контракт Daisy и все сотрудничество со всеми крупными фирмами, с которыми сотрудничает Daisy, это тоже все благодаря усилию Ильи и других сооснователей компании. Итак, Илья, наверное, никому лучше, как тебе, знать все тонкости по компании. И вот эти все тонкости мы сегодня тебя попросим нам презентовать в виде новых слайдов. Ну что же, а моя такая вступительная речь, меня зовут Алексей Хохлатов, я один из топ-лидеров в Дейзи, в русском рынке, заканчивается на этом. Ну и я буду модерировать, то есть, если что, я тебе задам вопросы, которые, впрочем, можно писать в чате, друзья. Ну что же, предоставляю тебе слово, Илья, ты можешь включать слайды тоже, в том числе. Да, хорошо, Леша, благодарю. Давно мы не выступали. Вот, ребята, как у вас дела? Надеюсь, что хорошо. Я вас приветствую из Королевства Таиланд, где всегда солнечно, за исключением дождливых сезонов. Но у нас в Паттайе не так уж много ливней тропических. Вот, сейчас погода хорошая. Ну, конкретно сейчас у нас поздний вечер, да, вообще, в принципе, сегодня была хорошая погода. Вот, я очень рад вас всех видеть, хотя вижу я только ваши аватарки и преимущественные имена. И причина, почему мы сегодня решили провести эту презентацию и начинаем наши регулярные презентации, заключается в том, что Дейзи вступила в новую фазу развития. И в Дейзи уже с апреля месяца зарабатываются очень хорошие деньги, регулярно зарабатываются, выводятся эти деньги. И есть теперь о чем рассказать, есть чем поделиться. И так как рынок требует хороших инструментов, мы не могли на русскоязычном рынке, естественно, данную информацию не предоставить. Информации очень много. И я очень давно занимаюсь маркетингом сам. Возможно, кто-то из вас слышал мои презентации еще в старые времена, может быть, еще 10 лет назад, 5 лет назад. Вот, с тех пор много воды утекло. И я сейчас покажу экран. Мы будем дальше еще адаптировать эти слайды. Мы будем делить презентации на презентацию продукта, на презентацию маркетинга. Сегодня я постарался в этих слайдах объединить все необходимое. И поэтому я в достаточно быстром темпе пройдусь по этим слайдам, коснусь как продукта, как истории компании, как дорожные карты. Покажу, какие есть пакеты, сколько можно заработать на продукте вместе с Дези. И коснусь маркетинг-плана. Я не буду маркетинг-план детально рассказывать. И это будет вторая часть выступления. Если кому-то из вас неинтересен активный доход маркетинговый, вы можете, собственно говоря, только первую часть прослушать. Запись у нас ведется, она будет выложена. И для начала традиционно я хочу сказать о том, что Дези – это краудфандинг, это не инвестиции. То есть это с юридической точки зрения это краудфандинг. И деньги скидываются со всего мира на развитие нового поколения искусственного интеллекта, алгоритмического трейдинга компании Endotec. Про эту компанию я буду еще сегодня обязательно рассказывать, говорить, кто во главе компании. И все работает через смарт-контракты. И за этот краудфандинг у нас партнеры получают акции компании. В общей сложности 12% от общей эмиссии акции Endotec раздается партнерам, которые участвуют в краудфандинге. Итак, я, естественно, как и многие из вас, общаюсь активно на разных языках с представителями, с лидерами, с маркетологами с разных рынков. И понимаю, что сейчас ситуация очень-очень такая унылая на рынке. Я думаю, вы со мной согласитесь, да, потому что есть у нас и политическая, и экономическая ситуация. Но мы с вами, конечно же, ее обсуждать не будем, потому что мы в бизнесе, нам это не нужно. Тем не менее, да, тем не менее, сейчас мир очень сильно лихорадит. И, скажем так, экономика, в том числе России, она ухудшается, да, тяжелее стала, более закрытая становится экономика, да, тяжелее стала строить международный бизнес. Вот крипта, это как раз та ниша, в которой этот бизнес можно дальше строить и строить его активно. Обвал крипторынка, мы видим, да, что сейчас в последние дни у нас биткоин, эфир и альты вслед за ними, естественно, просто полетели вниз. И это падение, оно, возможно, не закончилось, возможно, будет дальнейшее падение. Некоторые эксперты говорят, что биток может упасть до 15 тысяч, до 10 тысяч, будем смотреть. Вот, кстати говоря, мы на этом падении зарабатываем, да, об этом я еще, возможно, сегодня скажу. Падает фондовый рынок и все предрекают новую великую депрессию. И на рынке, опять-таки, огромное количество хайпов. То есть, что такое хайпы? Это компании, где нет прозрачности, где можно заработать много денег на протяжении какого-то короткого периода времени, да, после чего компании скамятся, обычно это преднамеренный скам, это такой скам, который задумывают сами учредители проекта. Вот у нас в DASY мы можем похвастаться тем, что мы прошли самый сложный период становления первые полтора года, и у нас впереди бурное-бурное развитие. У нас сейчас заложился фундамент как лидерский, так фундамент, я бы сказал, репутационный, да, потому что DASY очень многие на рынке знают, рынок русскоязычный у нас представлен очень мало, кстати говоря. Вот, в основном у нас 80% это Европа, такие страны, как Германия, Венгрия, Англия, Франция. Потом на азиатских рынках у нас в основном работает Япония, Вьетнам, может быть, какие-то другие страны, да, русскоязычный рынок достаточно куца представлен на сегодняшний день, что означает, что возможности здесь просто безграничны. Так вот, как раз пока за последние полтора года огромное количество хайпов рушилось, огромное количество, да, не хватит пальцев вот на руках, чтобы перечислить все эти компании, которые многие из этих компаний у вас на слуху, да. DASY продолжал свое развитие, продукт развивался, технология развивалась, и вот мы планируем в феврале следующего года уже в Дубае провести огромную конвенцию, я о ней еще скажу, по двухлетию компании. Так вот, как в эту сложную ситуацию можно сохранить и приумножить капитал, и как диверсифицировать ваши денежные потоки, создать множественные источники, о которых так многие говорят, и самое главное для сетевика, как заработать настоящий резидуальный доход. Все это я скажу в ходе сегодняшней презентации. Итак, тема это DASY, DASY это в принципе по-английски, это есть такое имя DASY, а также DASY это цветок такой, да, это маргаритка по-русски, если, но у нас DASY это аббревиатура, это Decentralized AI System, это децентрализованная система искусственного интеллекта. Это бизнес-сообщество, децентрализованная, это не компания, я не являюсь совладельцем этого бизнеса, я являюсь одним из основателей этого проекта, одним из людей, кто придумал бизнес-концепцию и, собственно говоря, придумал смарт-контракты. Так у нас эта вся система децентрализована, она абсолютно прозрачная, каждый из вас может увидеть все транзакции, которые на смарт-контрактах происходят. У нас действительно неграничное будущее, и вот сейчас я как раз прочитаю некоторые вещи, которые у нас в этих слайдах текстом именно указаны. Что такое DASY? Итак, это децентрализованный краудфандинг на блокчейне, на блокчейне Tron, многие из вас знают, да, Tron это одна из топовых криптовалют, где люди складываются на развитие нового поколения алгоритмического трейдинга, израильской компании Endotech, и за это получают акции компании, доли компании, которые потом будут преобразованы в акции. Весь маркетинг здесь построен на смарт-контрактах, можно посмотреть, отследить на блокчейне все транзакции, как выплачиваются комиссии. Комиссии выплачиваются бесплатно, это очень, прошу прощения, комиссии выплачиваются мгновенно, это очень важно. Здесь не нужно ждать неделю, две, месяц, пока вы выводите из системы деньги, деньги автоматически выплачиваются на ваш личный кошелек. Именно в этом прелесть блокчейна, прелесть технологии смарт-контрактов. Сейчас первый проект, который мы краудфандим, это компания Endotech, о которой я буду говорить, и, собственно говоря, у нас есть возможность тестировать этот искусственный интеллект, этот алгоритмический трейдинг на двух рынках. Это рынок крипто-валютного трейдинга и рынок форекс-валютного трейдинга. Это где торгуются валютные пары. DAISY поддерживает именно финансовые технологии. Можно сказать смело, что мы финтех-проект, и модель абсолютно инновационна. В свое время, когда полтора года назад мы вышли на рынок, не было аналогов, потом стали нас скопировать, и я покажу, собственно, каких результатов мы добились за эти полтора года. Вот статистика DAISY показывает, что у нас более 150 тысяч участников с января 2021 года, когда мы запустились. Запуск у нас был очень сумбурный. В онлайне практически все тогда знали DAISY. И у нас на сегодняшний день более полутора миллионов, задумайтесь, более полутора миллионов транзакций на смарт-контрактах. Это все можно отследить в онлайне. Более 200 миллионов USDT вложений в краудфандинг. То есть мы говорим о том, что за короткий срок мы сделали достаточно большой товарооборот. И наша сеть, естественно, продолжает активно расти, и продукты продолжают свое развитие. Более 100 миллионов USDT, то есть цифровых долларов, было выплачено в виде вознаграждений сообществу через смарт-контракты. Это маркетинговое вознаграждение. Плюс 34 миллиона долларов были выплачены прибыли, заработанные на трейдинге. В основном это криптотрейдинг, плюс еще Forex. Вот все в сумме это составляет где-то 100 миллионов USDT. Это свежие данные, и это то, конечно же, чем можно гордиться, учитывая то, что мы всего существуем полтора года на рынке. В мае 2022 года стартовал Forex на искусственном интеллекте. Это технология, которую мы заранее планировали. Она с задержки стартовала, и она дает очень классные результаты. Я не еще скажу. И в начале июня было анонсировано, 10 июня был запущен криптовалютный трейдинг на искусственном интеллекте поколения 2.0, который как раз на недавней просадке, на этой огромной просадке крипторынка дал нам, по-моему, порядка 5 или 6% плюса. То есть это очень здорово. В то время как другие теряли средства, мы здесь, наше сообщество заработало. Мы также поддержали проект Uplift Launchpad. Это краудфандинговая платформа, при помощи которой можно вкладываться в разные токен-проекты. Сейчас медвежий рынок и мы новых проектов на платформу не помещаем, но в принципе сама по себе эта платформа, она входит, я бы сказал, в топ-5 или в топ-10 по некоторым показателям вообще на этом рынке. Рынок лаунчпадов, IDO-платформ, он не такой большой, как кто-то может подумать, но это тема отдельной презентации. Мы сегодня этого касаться не будем. Итак, вы видите фотографию доктора Анны Беккер. Вы можете прогуглить, Анну Беккер можете прогуглить Эндотек. Эндотек был признан в первом квартале этого года одним из топовых брокеров бинансом. Эндотек является партнером Gemini, крупнейшей американской криптовалютной биржей. Сама компания Эндотек уже давно существует и Анна Беккер является одним из самых известных и выдающихся ученых в сфере искусственного интеллекта, особенно в применении к трейдингу. То есть она на этом рынке работает больше 20 лет и у нее позади огромная-огромная школа, именно практическая, не только теоретическая. Итак, что сказала Анна Беккер и почему мы запустили Дэзи? Она сказала, что у нее есть мечта, которую она вынашивала много лет, о том, что она запустит новое поколение искусственного интеллекта, новое поколение алгоритмического трейдинга и сделает эту технологию доступной для масс, а не только для крупных институциональных игроков, крупных инвесторов, которые вкладывают миллионы долларов. И мы это видение с ней разделили и тогда запустили, собственно говоря, краудфандинговую платформу. И у компании Эндотек, которую мы краудфандим, большая уже история. Трейдинг там работает больше 4 лет, успешно работает, хотя, конечно же, бывают периоды с просадками. И доктор Анна Беккер, она 25 лет является пионером, известным ученым в сфере искусственного интеллекта. Об этом я уже сказал. Ее публикации можно найти на разных языках, на английском, в том числе и на французском языке. И офис компании находится в Израиле, недалеко от Тель-Авива. Значит, у нас стартовал в июне криптовалютный трейдинг поколения 2.0. И вот здесь мы видим два графика вставленные. Это из презентации Анны в начале, как раз 1 июня у нас была презентация, где Анна рассказала, что благодаря этой новой стратегии у нас теперь наша система торговли будет зарабатывать на более коротких промежутках. Не только на длинных трендах, как до сих пор мы зарабатывали. Это раз. Два, что самое важное, система будет очень легко видоизменяться. То есть ее можно будет тюнинговать, ее можно будет как-то апгрейдить. И на это не будет уходить месяцы, как раньше. На это будет уходить буквально неделя-две. То есть практически каждую неделю Анна и ее команда сотрудников, которые с ней развивают эту систему, они будут обновлять эту систему. И будет выходить все более и более новое поколение, новая версия этой системы, которая в конечном итоге для нас с вами будет зарабатывать больше денег на Binance, на наших счетах, на криптовалютном трейдинге. Счета Binance мы показываем открыто. Есть на YouTube эти ролики. И плюс, здесь это не сказано, но в принципе, Endotech проходил аудит компании Ernst & Young. Это было в феврале прошлого года. Это топовая, одна из большой четверки, аудиторская компания с главным офисом в Нью-Йорке. И это, конечно же, для нас очень для репутации вообще, для солидности компании играет очень большую роль. Так вот, бэктестинг этой новой системы показал, что в среднем без учета сложного процента, без учета сложного процента, можно здесь зарабатывать порядка 300% годовых. Это огромные средства, которые, конечно же, можно зарабатывать и на растущем рынке, и на падающем рынке. И если раньше, первые полтора года на падающем рынке мы либо не входили в сделки, либо теряли в трейдинге, то сейчас вот в этой системе мы уже видим, что сейчас на нашем падающем рынке мы зарабатываем. И это действительно классно. То есть мы считаем, что уже за первые 2-3 месяца мы здесь увидим десятки процентов профита. И те партнеры, кто вкладывал раньше в криптовалютный трейдинг, если кто-то находится в просадке, у нас есть такие партнеры, они выйдут из просадки, выйдут в плюс. И, собственно говоря, до конца этого года система будет до конца уже предложена и будет иметь вид готового продукта. Форекс, о котором мы говорили еще в сентябре месяца в Дубае, в сентябре прошлого года в Дубае на лидерском событии, который мы запустили с задержкой на несколько месяцев, он наконец-таки стартовал полностью в мае. Он стартовал на самом деле в апреле, но полностью он стартовал в мае. И мы видим, здесь вы видите скриншот, это буквально вчера я его делал из кабинета скрин. Невероятные результаты, просто невероятные результаты, что за 2 месяца заработано 55% профита. И это то, на чем, в принципе, мы с вами сейчас можем акцентироваться. Хотя, конечно же, если вы строите этот бизнес, вы можете клиентам предлагать часть денег вкладывать в криптовалютный трейдинг, и часть денег вкладывать в Форекс, диверсифицироваться, потому что крипта сейчас должна тоже давать стабильный плюс. Но в Форексе этот плюс, он у нас практически ежедневный, по-моему, один день у нас был минусовой. И, конечно же, могут быть здесь просадки. Мы в этом смысле абсолютно открыты. Многие знают, что Дези – это та самая редкая компания, тот самый редкий проект, который не стесняется показывать минусы, в то время как все хайпы показывают только плюсы, потому что там трейдинга как такового настоящего нет. у нас показывается то, что зарабатывается. То есть у нас цифры не рисуются, это цифры отражения торгов на бинансе для криптотрейдинга и на валютном рынке для Форекса. Так вот, в среднем где-то в день, в рабочий день Форекс у нас работает с понедельника по пятницу, в день в среднем больше 1% зарабатывается, и по выходным можно прибыль выводить, нажимать на вывод, делать заявку на вывод, и в понедельник деньги выводятся. У нас огромное количество партнеров, кто уже все это протестировал, получает деньги, очень доволен практически еженедельным доходом. Большинство людей не выводят, наращивают свои балансы, потому что сложный процент здесь никто не отменял. Также 1 июня был запущен промоушен Форекс Моментум, и о нем я тоже дальше расскажу. Это то, как раз на чем нам сейчас с точки зрения продукта стоит сфокусироваться. И вот здесь вот новый слайд, который буквально сегодня я сделал, это дорожная карта. Вы знаете, у нас, когда мы начинали Дези, мы показывали дорожную карту, куда мы движемся. Тогда у нас все это было только будущее, только наша цель, наш таргет, наши мечты, которые мы в этот бизнес вложили при старте. А сейчас мы можем на этой дорожной карте увидеть, вот то, что зеленым показано, это то, что мы уже сделали, то, что мы уже свершили. И только внизу мы видим нашу дорожную карту на будущее. Итак, давайте мы с самого начала пройдемся. 2012 год – это регистрация компании Endotec. Потом, одну секундочку, 2017 год была создана и внедрена система торговли криптовалютой с использованием искусственного интеллекта. До этого Анна Бекер преимущественно занималась как раз Форексом, а не крипторынком. И начала она торговлю на крипторынке именно тогда, когда был жесткий медвежий рынок. И, кстати говоря, ее алгоритмы на этом очень хорошо зарабатывали в 2018 году, в 2019 году. Дальше в 2018 году коммерческое применение системы началось, то есть стали появляться клиенты, розничные клиенты, институциональные клиенты. В ноябре 2020 года Endotec оценивался в 100 миллионов долларов. Это как раз то время, когда мы готовили к запуску нашу маркетинговую систему Dezzy. Уже Endotec тогда оценивался в 100 миллионов долларов. Конечно же, это внутренняя оценка, которую, по сути говоря, финансовый директор и внутренний аудит показывал. Потому что оценка компании – это вещь очень неоднозначная. Компания стоит ровно столько, сколько готовы за нее платить инвесторы. И настоящая оценка компании Endotec, а мы все участвуем в краудфандинге и получаем акции компании, она будет более понятна тогда, когда появятся первые крупные инвесторы, либо когда состоится IPO. Итак, в январе 2021 года, смотрим сюда, у нас совершился тестовый запуск Dezzy, где мы побили все рекорды индустрии MLM. Мы собрали 50 миллионов долларов за 5 дней товара оборота и 50 тысяч аккаунтов. Минимум каждый аккаунт зашел на 100 долларов, зашло в систему. Представляете, то есть это были нереальные абсолютно результаты. После чего мы вынуждены были закрыть систему смарт-контрактов, потому что там была немножко непродуманная, неправильная архитектура. Мы ушли на 2-3 месяца в такую техническую паузу. Продукт при этом работал, до тренинга криптовалютный он шел. И уже в марте 2021 года, в конце марта, официально Dezzy была запущена. Или был запущен, если назвать это смарт-контрактом. Там их несколько на самом деле. И опять-таки, буквально за первую неделю мы повторили те же показатели, которые были достигнуты в январе. Это еще 50 тысяч аккаунтов и 50 миллионов товара оборота. Двигаемся дальше. Двигаемся дальше. У нас в июле 2021 года сообщество Dezzy поддержало идею IDEO-платформы. И мы сделали такую внутреннюю продажу, в том числе продажу на открытом рынке, где суммарно прошел товарооборот 39 миллионов долларов. Огромное количество, кстати говоря, денег выплатилось через партнерское вознаграждение. Потом этот проект, он переименовался. Он, скажем так, слился, объединился с платформой Аплифт, о которой я говорил. Но это не тема сегодняшнего выступления. Итак, дальше. Все эти месяцы мы развивались. И вот в апреле 2022 года запустился Forex, о котором я уже сказал. В июне 2022 запустилась система Crypto 2.0, Dezzy 2.0, о которой мы так давно говорили. Это прототип той самой системы, на которой мы скидываемся через краудфандинг. Это все, что у нас уже произошло. Теперь двигаемся дальше. Дальше. Какая задача нашего краудфандинга? Задача – собрать 10 миллионов долларов на разработку этого искусственного интеллекта. Что это такое 10 миллионов долларов? Это та сумма, которую зарабатывает верхний аккаунт в генеалогии Dezzy. Верхний аккаунт, там матричная генеалогия 3 на 10. И вот верхний аккаунт, он отдан специально под краудфандинг. На сегодняшний день там собрано меньше 4 миллионов. Но мы двигаемся хорошими шагами. И первый квартал 2023 года. В феврале у нас конвенция намечена. С теми темпами, с которыми мы сейчас разгоняемся, я думаю, что эта сумма будет собрана. Плюс собрать 500 миллионов полмиллиарда под управление Dezzy в крипто и на Форексе. Это тоже абсолютно реальная цель. На самом деле мы ее оставили еще на конец прошлого года. Но в силу того, что на криптовалютном трейдинге пошли некоторые просадки, то темпы проекта замедлились. И вот сейчас опять мы разгоняемся благодаря вот этим всем обновлениям. И плюс, конечно же, в итоге компания Endotech, акция, которую все мы с вами имеем, она должна будет сделать IPO, и тогда мы сможем эти акции продать и, собственно говоря, вернуть часть наших вложений. А для лидеров, которые здесь активно строят бизнес, отдельный пакет акций предусматривается. И там не то, что вернуть часть вложений можно будет, а заработать целое состояние. Но об этом тоже мы будем говорить впереди. Значит, IPO Endotech намечено на вторую половину 2023 года, но более точные сроки, я думаю, что мы сможем озвучить в конце этого года по результатам, по динамике развития, собственно говоря, Dezzy 2.0. Вот такая дорожная карта. Достаточно большие, конечно же, достижения за первые полтора года и не менее амбициозные задачи на ближайшее время. Так, одну секундочку. Итак, как можно, собственно говоря, присоединиться к этой системе? Через пакеты краудфандить. То есть краудфандить можно через покупку пакетов. Первый пакет стоит 100 долларов, потом 200 долларов, 400, 800. На самом деле это USDT, это цифровые доллары, то есть это криптодоллары, 1600, 3200, 6400 и так далее до 10 пакета. Так что суммарно, чтобы купить все 10 пакетов, нужно 102 тысячи долларов. У нас, естественно, львиная доля клиентов заходит на несколько просто пакетов. Ну, у кого-то 1000 долларов в бюджет, у кого-то 2, у кого-то 5, у кого-то 10. Но есть люди, кто покупает все 10 пакетов. Здесь видно то, что первые два пакета, первые два пакета, они отдают половину средств. То есть в данном случае, например, пакет номер один из 100 долларов, половина 50 долларов идет в торги. Пакет номер два из 200 долларов, 50% идет в торги, это 100 долларов. Вместе с первым пакетом, вместе с 50, получается всего в торгах 150. А дальше распределение уже другое, 70 на 30, начиная с третьего пакета. Поэтому можно сказать, что первый, второй пакет это такие разминочные пакеты. И здесь видно, что доли в акциях, все партнеры при входе получают акции, но первый пакет у нас акции не дает, не дает такой специальный входной пакет. А дальше, значит, на второй пакет идет одна доля, на третий пакет две доли и так далее и тому подобное. И чем больше пакетов вы покупаете, тем больше у вас долей. Когда краудфандинг закончится, эти доли будут конвертированы в акции. Система подсчитает, сколько всего в DAISY долей сгенерировано. И 5% от всех акций Эндотека, например, если Эндотек будет стоить 1 миллиард, то 5% это 50 миллионов долларов, будет разделено на количество долей. И таким образом можно будет посчитать, сколько каждый партнер на этом заработает. Так эта система работает. Вот здесь показано, как пакеты работают. Пакеты можно покупать, раньше было по одному разу, сейчас можно покупать сколько угодно раз. Сколько угодно раз можно пакеты покупать. Но впереди я расскажу еще про Momentum пакет. Особенно интересный пакет для тех людей, кто хочет увеличить эффективность трейдинга. Вот, собственно, Momentum пакеты. Они запустились как раз с 1 июня. Это промоушен, который у нас официально действует в течение июня. Но я должен вам открыть маленький секрет и сказать, что в июле и в августе тоже это будет работать. То есть, чтобы вы могли нацелить свою работу, построение команд, забегая вперед хотя бы на несколько недель, на несколько месяцев. Итак, вы можете вложить средства Forex, купить пакеты в соотношении не 70 на 30, а в соотношении 90 на 10. Таким образом у вас в трейдинг уйдет 90% вместо обычных 70. Для того, чтобы это сделать, вам нужно иметь уже 5 купленных пакетов Forex, и тогда вы сможете пятый пакет купить повторно. И вот на этой повторной покупке 90% от средств уйдет в Forex. Таким образом, в среднем около 80%, это среднее между 70% и 90%, где-то 80% будет участвовать в Forex. И, конечно же, это более выгодно, чем 70%, особенно на длительном промежутке времени. Куда пойдут остаточные 10%? 5% идет как прямой бонус пригласителю, а 5% идет в специальный пул, о котором тоже я буду говорить, в специальный котел промоушена по Forex, который мы запустили, собственно говоря, с июня месяца. Итак, вот здесь показана таблица с Momentum пакетами. Видим, что на первые 4 пакета это не распространяется. Начиная с пятого, вы можете повторно покупать, один только раз повторно покупать этот пакет, и тогда 90% у вас пойдет в трейдинг. Пятый пакет стоит 1600. Если захотите шестой пакет купить, то вам нужно будет сначала купить обычный шестой пакет за 3200, 70% идет в торги, а потом повторный за 3200, тогда 90% идет в торги. При этом обращаю ваше внимание на то, что доли в акциях эндотека ровно такие же будут вам начисляться, несмотря на то, несмотря на то, что в трейдинг идет больше денег. То есть здесь на акциях, на долях вы ничего не теряете, здесь только плюсы, только преимущества для клиента. Столько же долей получаете от стоимости эндотека, и 90% идет в трейдинг. Итак, очень частый вопрос, что я могу здесь зарабатывать, если я никого не приглашаю. Я сразу же вам скажу, у нас основная масса людей никого не приглашает, потому что приглашение это отдельный тип деятельности, это маркетинг, не все любят продавать, не все любят делиться информацией, основное количество людей просто заходит пассивно. Так вот, пассивно вы можете получать вознаграждение от трейдинга, то есть у вас в Форексе торгуется, вы в кабинете видите, да, или в криптовалютном трейдинге средства торгуются, вы видите все показатели, графики, если у вас генерирована прибыль, то вы можете нажать на кнопку, вывести эту прибыль, и это, собственно говоря, будет доход от успешных торгов системы алгоритмического тренинга компании Эндотек. Второе, это владение акциями, я об этом только что говорил, да, когда краудфандинг закончится, доли будут конвертированы в акции. Вот эту часть не все понимают, потому что не у всех есть видение более долгосрочное, но на самом деле это очень важная часть, и именно владение акциями является юридической частью как раз самого краудфандинга, да, то есть это долевой краудфандинг, где вы получаете акции компании, в которую вы вкладываете деньги через краудфандинг. Ну и потенциальные переливы в матрице, я сейчас буду говорить про структуру, у нас здесь матрицы, не бойтесь этого слова, ну это генеалогия, да, так обозначается, как матрица. Так вот, до 48% от суммы пакетов вы можете получить, даже если вы никого не приглашаете, в случае, если вам повезет, и вышестоящие партнеры вас наградят переливами, да, то есть когда под вас будут заходить партнеры ваших вышестоящих спонсоров, и вы еще никого не пригласили, вы можете с этого тоже зарабатывать, да, но здесь сильно не разгонишься, такой тестовый режим, я бы сказал. Ну вот основное, это первое и второе, да, третье, это уже дело везения, да, это не всегда бывает. Первая и вторая часть очень важна. Первая часть, я бы сказал, она в моменте времени наиболее важная, потому что на том же Форексе вы можете каждую неделю снимать прибыль от торгов. Как зайти в нашу систему? Необходимо скачать приложение TronLeak, либо есть другие приложения, типа Clever, либо TokenPocket, но самое популярное мы рекомендуем TronLeak, это самое популярное приложение для работы с токенами на блокчейне Tron. скачиваете на телефоне, либо устанавливаете в Google Chrome расширение TronLink, пополняете ваш кошелек USDT, долларами, да, крипто-долларами, и также пополняете Tronами для оплаты энергии. Все транзакции идут через смарт-контракт, вы знаете, что для этого требуется определенное количество энергии, да, у эфира это называется газ, а у Tron это называется энергия. Дальше в браузере вставляете реферальную ссылку, покупаете первый пакет за 100 долларов, и, собственно говоря, попадаете уже внутрь кабинета, и там видите графики, видите торги, общие балансы, и дальше вы можете делать апгрейды, покупать второй пакет, третий пакет и так далее. Что еще хочу сказать, у нас 21-22 февраля в самом большом зале, в самом большом зале Дубая Coca-Cola Arena пройдет большая конвенция, которая будет привязана к двухлетию компании, уже сейчас около 500 билетов продано, мы ожидаем там увидеть несколько тысяч человек, минимум 5 тысяч человек. Если вам это интересно, я рекомендую заранее покупать билеты дешевле по сайту ToldYouSo. Это означает, мы вам про это говорили, да, а я тебе говорил, да, а я тебе говорил. Вот эта конвенция у нас будет называться А я тебе говорил 2023. Так что я надеюсь, со всеми вами увидится в феврале месяце следующего года. В этом марте тоже мы встречались в Дубае, у нас такая была более лидерская встреча, здесь будет более массовая. Плюс сейчас мы делаем ряд событий в европейских странах, в азиатских странах, и мы официально на наших каналах опубликуем информацию, если у вас есть партнеры в Германии, Франции, Венгрии, Японии, Вьетнаме, да, то вы сможете, или потенциальные партнеры, сможете их тоже направить на эти мероприятия. Мы сейчас начинаем турне, коронавирус практически закончился, локдаунов практически нигде нет, свободно можно перемещаться вот в последние буквально недели, и мы планируем собирать минимум по тысяче человек в каждом из залов во всех странах, которые я перечислил. Вот, собственно, на этом я закругляюсь. Я хотел сделать лаконичную презентацию, ну, вот вышло где-то, наверное, я понимаю, что очень много новых терминов для тех людей, кто первый раз зашел на нашу презентацию, да, кто не знает, что такое Дези. На самом деле, это простой процесс обучения. Если вы пройдете это обучение, на это потребуется, может быть, несколько часов. Все мы в свое время прошли. Я лично тоже, когда мы все это запускали, хотя я один из фаундеров, вот, поверьте, я ни разу раньше не пользовался Тронлинком. Я не знал, как работать со смарт-контрактами. именно как клиент, то есть я тоже все это изучил. На самом деле, все очень-очень легко. Зато, когда вы единожды поймете, как этим пользоваться, это вам пригодится, в принципе, по жизни, потому что смарт-контракты это наше будущее, техническое, да, это очень классные алгоритмы программы. И, Алексей, я думаю, ты тоже со мной согласишься, да, то, что про смарт-контракты сейчас говорят все больше и больше людей. И проработав на смарт-контрактах, уже точно не хочешь возвращаться в какую-то другую MLM-компанию, где нужно нажимать на кнопку вывода комиссии и ждать неделю-две, пока тебе их выведут. Потому что здесь прозрачно и мгновенно поступают комиссии. Вдумайтесь, да, у вас прошел, я не знаю, миллионный товарооборот, например, за день, ну, заходит лидерская группа, да, и вы прямо все комиссии сразу собираете у себя на кошельке, мгновенно. Проходят транзакции, и часть денег идет к вам. Причем ни одной ошибки за эти полтора года у нас не было. Работает все это безупречно. Почему? Потому что это математическая формула, и она проверена временем, и также самыми въедливыми лидерами, которые у нас есть в сообществе. Все это все проверяли, смотрели, искали какие-то подводные камни, да, то есть в этом смысле мы абсолютно спокойны, что все четко работает. Ну, конкретный продукт какой? Я захожу, заношу свои средства, и я вижу в личном кабинете начисления там раз в месяц, каждый день, раз в неделю. Вы видите каждый день, вы видите каждый день ваш личный график, вот Леша показывает мой аккаунт, Форекс и Крипты, и там вы видите непосредственно ваш баланс, вашу заработанную прибыль, и если у вас что-то заработано, то появляется кнопка вывода, и вы можете вывести. Вот здесь показано 56, вот запросите вывод, 56 процентов заработано, да, на данном аккаунте. Да, вывод запрашивается только на выходные, и поэтому не могу нажать. По Форексу, да, вывод запрашивается только на выходные. Криптовалютный трейдинг, он работает 7 дней в неделю, и вывод там в любой момент. А вывод с Форекса происходит на какие сутки? Я договорил, запросы выходные, и вывод происходит в понедельник. Понедельник обычно в 4 часа по Москве. Практически, если вы закажете деньги в субботу, то через 2 дня вы их увидите. По Форексу, а по крипте? В любой момент, и в течение обычно 2 дней, 48 часов, все это дело поступает. Вот видите, сколько у меня выводов было, например. Ну, здесь я пару раз тестил выводы, а потом уже по-крупному выводил. По крипте, да, больше 30 миллионов у нас клиенты получили прибыли. Тогда всем не скучного вечера, вот, и до новых встреч. До новых встреч. Спасибо, Илья. Всем спасибо, кто дослушал до конца. Субтитры сделал DimaTorzok,